Два года назад Спартак обвиняли в самом идиотском трансферном провале. Бельгийский защитник Максимилиано Кофрие стал первым новичком в современную эпоху, которого назвал ошибкой собственный генеральный директор еще до дебютного матча. Это обидное признание средствия еще одного неожиданно выгодного для красно-белых перехода. На лишние полгода в Москве остался Самуэль Жиго, ввиду чего непонятный Кофрие вроде бы оказался совершенно не нужен. Но как бы не так, безумец, подпадающий под лимит, взял свое двумя вещами. Он не умел и не хотел атаковать, а вместо этого чаще всех бил по ногам. И к тому же оказался единственным универсалом в обороне. А если не идешь вперед, какая разница, где играть? Ровно на этом моменте все российские защитники, кроме Джики, оказались полностью деклассированы. В отличие от Расказовой, Кутеповой, бельгийц всегда выходил на поле убивать. А ввиду тактики в пять защитников, Кофрие получил еще и железное место в основе, которое разбавлялось только его же частыми удалениями. А вот ошибки и привоза, что иронично, не влияли на выбор Руиа Витория, ведь Спартак выступал еще и в Лиге Европы. Играть на два фронта было тупо некому.